Друзья, всех с наступившим Новым Годом! Начинаем его с новинки по Лего, Ниндзяго, Наследие, Турнир Стихий. Поскольку наступил Новый Год, я хочу сделать еще один розыгрыш этого комплекта. 20 января я объявлю результаты розыгрыша. Задача подписаться на этот канал, на мой канал Brickstar с крутыми наборами, где буквально вот скоро выйдет Имперский Разрушитель за 55 тысяч. И также написать в комментариях, как вам этот сет. Ну и конечно лайкнуть видео, че нет-то. Смотрите, набор сделан по 4 сезону, я не особо шарю, поэтому прошу вас писать в комментариях, что это за мастера стихий и за что они отвечали. Давайте скорее знакомиться с персонажами, поскольку это тот комплект Ниндзяго, в котором много фигурок. Кай по 4 сезону, неплохое кимоно, хотя я не люблю их вот эти безрукавки, люблю когда принты на руках есть, ну оружие нормальное, я не знаю что это, но нормальное. Две эмоции у Кая, прическа вот эта приподнятая, ну дальше Джей, тоже в такой же естественно выполнен стилистике, немножко меняются естественно, ну как сидит это кимоно, может на другую сторону его полезет и так далее, но концепт остается прежним. Две эмоции, прическа, нормально. Нормально, но без каких-то прям шикарных элементов. А вот это топ, вот это лойд, лимитированный, золотой к десятилетию Ниндзяго. Принтованная деталь 10 лет Ниндзяго, когда-то будет стоить дорого, пока стоит недорого. Подставочку можно убрать и посмотреть на самого Лойда. Безусловно, уже неоднократно говорил, что у Ниндзя мне нравятся полные маски, без причесок. Здесь, к сожалению, прическа есть, именно поэтому это не моя любимая версия золотого персонажа, которые вообще здесь будут в этой серии Legacy обновленной линейки. Две эмоции. Безусловно, принты, они хороши. Лойд золотой, это естественно неудивительно, поскольку принципиально Лойд-то и есть золотой Ниндзя, но все равно этот герой должен был предстать в таком обличии. Кстати, наборы новые. Пока что вышли вот 4 комплекта, в марте ждем те по новому сезону, но здесь машинка, вот самолет Коула, это два набора, которые мне не особо зашли, хоть и, допустим, Коула, он стал лучше. Зейн у меня есть, пишите в комментариях, на что ждете обзор, обязательно. Я знаю, что вы напишите про Зейна, но пишите комментарии, потому что это активность. По эксклюзивным героям Джейкоб, не знаю, встречался он раньше, нет, пишите в комментариях, гитара у него есть, сам герой очень необычный, наверное, его стихия связана с музыкой, ну как я это понял, блин, по его очкам, по его прическе, да-да, между прочим, и по его гитаре. Две эмоции, эпалеты, внимание, Грэвис или Грэвис. Короче, фигурка, наверное, этого героя, как сам герой, он должен повелевать к гравитации. Ну, я так думаю, принтованные здесь детальки, принт, знаете, таких блестяшек на них нанесен. Ну, головной убор, он нормальный, бордовый, почему нет? Смотрите, на второй эмоции у него закрыты глаза, видимо, он концентрируется, либо просто уснул, принт спереди, принт сзади, принты нормальные, на ногах не хватило. Знаете, ну, с Ниндзя не пожалели, а потом вот Грэвис, он без принтов. Зато у некто по имени Балоба, который, видимо, повелевает либо животными, либо растениями, потому что у него на посохе есть трава, и я не знаю, что это за трава, я надеюсь, он просто нарвал, он более-менее, у него есть и принт на ногах, принты по торсу тоже, две эмоции. Кстати, прикольно, что даже вот если вы видите, допустим, его положительную эмоцию, да, за бородой она будет видна, как и отрицательная. Это плюс, подождите, да, это плюс, и вообще прикольно проработали эту фишку. Да, и такая деталь будет новой серией фигурок бороды, как у Робинзона, ну, помните, фигурка. Дальше, дальше у нас Эйзер, он один из помощников Чена. Турнир стихий организовывал Чен, это один из его помощников. Они там вроде поклонялись Анакондрай, племени серпентинов, да, поэтому вот змеи здесь будут повсеместно присутствовать. Ирокес, принт змеи на лице слева, принты на ногах, на ботинках. Нормально, вообще список фигурок здесь неплох, потому что 7 героев для небольшого комплекта. Собственно, турнир стихии может быть реализован здесь таким образом. Одно из испытаний, наверное, дуэль. Сюда мы ставим фигурку, раскручиваем, ну, это, да, спиннер, но здесь из интересного прозрачный с блестками с золотым совмещен. И второй герой встанет здесь и будет вот таким образом вращаться. Спойлер, победить человек, у которого будет, это фигня, потому что ее держит человек. В этом плане недоработка, надо было класть второй спиннер. Набор, он неплох. Вообще, уже честно, мне поднадоели эти комплекты, состоящие из трех таких блоков. Даже в овервочах засунули, даже в миньоны их засунули. Про ниндзяга не говорю, тюрьма, криптариум, тронный зал и дальше поехали. Ну, это, конечно, банально. Из нововведений. Действия происходят на острове Чена, поэтому здесь есть необычная растительность, якобы, и бежевые вставочки. Ну, якобы, я думаю, песок. Цветовая гамма, похожа на тронный зал, где была харуми, это бордовый, красный, это синий, это золотой, это черный. Черный такой величественный, здесь сочетается хорошо. На первом этаже книга магии Анакандрай, вроде, это она, да, которой владел Клаус. Его в комплекте нет. Наклейка здесь, наклейка здесь. Вроде, цель вообще Чена была, чтобы после этого турнира, который был прикрытием, из своих вот этих всех, ну, миньонов, сделать Анакандрай. Не знаю, как он собирался это сделать. Сделал он это или нет, напишите в комментариях. Вроде бы сделал. Слева одно из испытаний, видимо, ну, здесь она должна, вот эта штука, вращаться. И здесь ее можно отсыпать, вот эту часть, и прицепить, допустим, справа. Справа есть такое вот растение. Особой роли, на мой взгляд, оно здесь не играет. Смотрим далее. На книжку глянули. Здесь прикольные бордовые, вот эти восточные детальки, классные. Также сзади, видите, белую панель поверх черной, черного якобы, да, это дверной проем. Просто здесь он использован таким образом. В центре оружие нефритового цвета. Здесь будет испытание. Короче, потом об этом поговорим. Не знаю, все ли здесь нефритовое, но цвету всего один и тот же. Здесь ролики. Будет испытание, связанное с роликами. Тоже здесь они представлены. То есть отсылочки в наборе есть к самому турниру. И это здорово. Смотрим на верхнюю часть. Здесь отцепляющийся элемент. С дополнительным оружием. Также мы можем его... Ну, смотрите. Не знаю, зачем это надо, но мы можем его соединить вот с этой частью. Это делается, да. Архитектура выдержана. Слева-справа имеются вазы. Задача одного из испытаний разбить вазу. В вазе должен быть нефритовый клинок. В этой есть. Видите? Нефритовый клинок. Смотрим на вторую. Там спойлер. Его, естественно, не будет. Иначе смысл испытания будет потеря. Слева-справа... Ну, символика турнира стихий. Я так думаю. Ее можно убрать. И когда турнир начнется, вот так вот поднять. Центр. Эфесы с дракончиками. Две детальки. Это нормально. Можно поэкспериментировать. Взять, прикрепить зеленый нефритовый клинок. И будет у вас какое-то необычное ниндзяговское оружие. Сбоку тоже есть ограждение. Но уже, к сожалению, без эфесов. Сзади у набора, понятно, ничего нет. Ну, смотрите. Имеет смысл задуматься о покупке, если вы такой фанат серии, который хочет всех героев. Во-первых, эксклюзивчики здесь есть. Во-вторых, если собираете нинтик десятилетию, лимитированный лойд потом может стоить денег. А может, через пару лет и будет стоить, как сам этот комплект. Который нужно, мне кажется, брать по скидке. Я вообще голосую за то, чтобы все всегда брали по скидке. Нормальный набор. Хотя и идет он по уже давно протоптанной дороге. Пишите в комментариях свое мнение. Участвуйте в розыгрыше. Поддерживайте, подписывайтесь. Удачи. Всем пока.